привет друзья сразу хочу вам показать пион который мы высадили неделю назад кто не смотрел посмотрите пожалуйста и плейлист пиона я дам в конечной заставочке и те два пиона один он собирается уже цвести который у нас назывался сара бернар ну мы еще посмотрим и здесь рядышком я буду высаживать индийский лук просто посадить лук это наверное ничего не сказать давайте я пока буду садить я расскажу от чего он помогал мне и моим знакомым так получилось что он даже пошел на расхват я обеспечил всех своих знакомых кто в нем нуждался конечно же это будет правильная посадка лука и я вам расскажу кто не знает что это за растение это комнатное растение выращиваю моего дома дома у нас растет в горшке конечно побольше и чтоб вот так он торчал видите видите он у меня весь уже обломанный то есть и зимой его использовал я использовал от боли в позвоночнике когда меня продувало и даже раз пробовал когда срывал спину здесь на даче подняв чугунную ванну землю я подготовил здесь у меня не перезимовал виноград поэтому я решил в этом году посадить здесь цветы и маленький саженец винограда то есть молодой чтобы он пока развивался тут можно выращивать цветы большую луковицу видите от нее растет детка от на даче детки будут нарастать более интенсивный можно это дело обрезать можно дело обрезать но она мне пока не нужно я обрезать не буду а вообще как бы лучше обрезать зелень нарастет новая этой луковицы уже четвертый год просто берем как мы обычно пересаживаем растения скомом земли подсыпаю грунт земля у меня песчаная на дно ямки я песка не сыплю вот четырехлетняя луковица будет высажена вот так после полива я потом уже замульчирую еще травой вырастает он огромный сантиметров по 70 и колоситься успевает в этом году теперь вот эти двух им уже третий год знакомые у меня просили тоже от боли суставов вот видите какие корни от боли суставов у нас директор лечился в платную поликлинику ходил много потратили на лекарства ее я пересажу вот так разделив потому что дома я буду уже рассаживать по разным горшкам вот где так возьмем в общем человека продуло сзади открытая была все время форточка и продуло получается шейный позвоночник корни обрезаем от чего болели суставы очень болели плечи так что он не мог даже в коттедже живет не дров напилить и ничего подобного сделать по дому не провести какие-то да вообще никаких работ он не мог делать я ему принес луковицу уже взрослую вот почти такую чуть-чуть поменьше не знаю может он боялся может он в общем мы к нему приезжали помогали ему по ремонту так у детки мы тоже обрезаем вот так зеленью оставляем немного чтобы было от солнца питание луковицы и однажды приехали с морем листья оторваны и видно что их использовали после чего он за столом уже на обеде прямо так ну как бы сказать поблагодарил и сказал что ему помогло действительно говорит работает второй человек им обоим уже за 60 лет у него болели как правильно сказать ну колени в общем тоже мотался по больницам и в итоге ничего путнего с этого не вышло я ему привез листвы потом я ему лукаю сюда она у него уже растет привез листвы и он намазал то есть на называем больное место позвоночник сустав перед сном укрываемся укутываемся утром просыпаемся я вам скажу за позвоночник когда продувает сильно что даже знаете встать невозможно утром просыпаешься просто как новенький вот такие в общем дела и вот эти луковицы у меня помоложе я их вот так раз аккуратненько посажу вот сюда получится небольшая такая луковая плантация вот эти вот молодые луковицы я закапываю закапываю чтоб они не торчали вот эти когда приживутся двух-трех летки я у них верхушечку маленько оголю кстати мы так делаем с репчатым луком чтобы луковица больше нарастала здесь я постыкаю потом палочек потому как мы здесь проходим нередко любит он солнце солнечную сторону чтобы постоянно находился под солнцем теперь беру вот эту зелень и убираю у молодых луковиц оставляя примерно сантиметров по 7 примерно эту зелень которая с двух леток она работает но не так сильно как со взрослой уже зрелой луковицы но использовать вот это можно поливаем водичкой при необходимости я замульчирую травой проливаем хорошенько на улице он будет развиваться и расти лучше чем дома сейчас я скажу что будет дальше прикормок я никаких вносить не буду он будет расти отлично может быть потому что у нас земля на вид песчаная но она хорошая то есть здесь был потоп и видимо ила нанесло в лу как известно очень много полезных веществ осенью я эти луковицы выкопаю и также в горшках увезу домой и покажу вам как они будут выглядеть уже осенью в интернете очень много информации есть рецепты настоек как делать настойки смазывать но я делаю очень просто я уже сказал как просто вот так отрываем кусочек и вот этим соком натираем больное место где-то с минуту наверное жгет сильно щипит но смывать ничего не нужно лук ядовитый если я не говорил лук сам по сей ядовитый и мне писали в комментариях что у него в этом яде присутствует ну какой-то обезболивающий элемент если печет сильно солнце то лучше наверное притянить так же как я притянил пион у нас погода пасмурная уже больше недели я ничего такого делать не буду в общем как он начнет развиваться я просто небольшой обзор про него сниму если есть вопросы пишите в комментариях я дам ссылочки на мои ролики где я его применял на позвоночнике то есть на этом прощаюсь с вами ненадолго если он попадет в такой лук то обязательно посадите у себя его дома он всегда может пригодиться не обязательно для вас для кого-нибудь другого спасибо всем огромное за внимание с вами был александр канал клуб судоводов хабаровск всем пока